друзья сегодня я расскажу вам как начать играть в игру битва големов и не сломать себе мозг очень многие покупатели нам говорят что распаковав коробку они испытывают шок очень много компонентов ничего не понятно что делать дальше потом они берут правило начинают листать впадают еще в больший шок и затем пытаются начать играть используя все возможные компоненты этого делать не надо было ни в коем случае почему потому что в игре очень много дополнений она должна осваиваться постепенно и сегодня сейчас как раз речь пойдет о том как начать играть в минимальную версию как ее постепенно дополнять и как прийти мужик максимальной версии игры то есть открыв коробку вы когда выдавить все жетоны и все достанете карты получите примерно вот такой вид то есть вас будет очень много куча всякого картона куча карт и непонятно что с этим делать так ну мы начнем с чего давайте уберем все что нам не понадобится книга сценариев она нам понадобится так как именно в ней я покажу какие сценарии можно использовать новичкам то есть мы ее откладываем право правило но без них никуда все равно их придется читать придется них немножко разбираться но мы их отложим под книгу сценариев потому что для начала игры правило можно использовать самые простые так поля можно будет начать играть вообще на более 3 на 3 ну я рекомендую использовать вот поле 4 на 4 то есть мы берем вот это поле эти поля для начала можно не использовать мы их убираем так и вот это поле поле будут использовать вот этой стороной не снежной стороной а именно как говорится летней стороной и карты здесь их нужно будет разложить на несколько кучек и потом уже часть применять часть не применять и то же самое с жетонами сперва вам необходимо рассортировать все карты на несколько стопок то есть карты команд это вот такие карты синий зеленой и красной окантовкой нужно рассортировать по цветам цвет вот этот цвет голем чека это вашего робота это будут цвета игроков и тот синие карты красные карты зеленые карты и желтые карты желательно их потом положить в отдельные пакетики чтобы не путать так сколько игроков столько должно быть вот таких комплект у вас два или четыре два три четыре игрока мы предположим будем играть двумя игроками поэтому зеленые и желтые карты нам не понадобится мы их убираем полностью так дальше карты големов они вот такие вот карты с необычными таким от големом катапульта танк это карты дополнения видите здесь новый голем они для опытных игроков убираем здесь у нас карты обычных големов это с мячом и на другой стороне видите часть с копьем часть секирой мы будем играть самым простым големами с мячом нам два игрока поэтому нам нужно всего две карты эти две убираем карты бонуса они же счетчики раунда также нужно отсортировать по цвету то есть вот цвет изображен здесь левом нижнем углу и у вас должны остаться по 10 карт для ваших цветов помните мы играем красными и синими значит эти карты тоже сортируем чтобы вас остались только красные и синие причем двумя стопками то есть результате у вас будет 10 карт бонусов и ниже счетчики раундов для красного голема они отличаются вот такой вот рубашкой от обычной карты имеет вот такую рубашку эти карты вот такую и то же самое для синего голема так эти карты опять же стопки желательно рассортировать и держать в отдельных пакетах чтобы подготовка к игре была быстрой так это нам тоже понадобится мы их тоже откладываем теперь вот такие карты это команды для ботов это если вы будете играть в одиночку там или вы хотите вести компьютерных роботов для опытах опять же игроков вначале мы их не используем мы их тоже откладываем влево они нам не понадобятся теперь вот такая радость здесь коробки куча всяких картонок у вас получается пакетиков ну пакетики вы откладываете так вам нужны фигурки героем будьте выиграть это големчики вот берете вас вспоминать у вас синие карты синий голем так откладываем теперь желтых и зеленых голем чиков нам не надо мы меня играем поэтому их откладываем влево и остается у нас еще один голем вот здесь красненький мы его тоже откладываем вправо на планце для игры так теперь жетоны повреждений они нам понадобятся максимум повреждений которые может получить ваш голем это три ну в зависимости только классного два или три поэтому если вы играете вдвоем а понадобится возьмите три штона для одного игрока и три жетончика для второго игрока три жетончика для второго игрока всего шесть так вот эту сторону использовать не надо поэтому мы используем только вот эти шестереночки так у нас тут пришел новый игрок крыса дам в игре не понадобится поздоровайся со зрителями да скажи привет поэтому крысу мы откладываем влево и по жетонам кубик нам тоже не понадобится мы его откладываем теперь жетоны вам точно не понадобится жетоны логики это вот такие цветные жетоны они так вот мы еще нашли желтой картами нам тоже не понадобится проверяем да вот такие цветные жетоны это дополнение логика она достаточно сложная поэтому мы ее тоже достаем вот они синий желтый и так далее твоих все находите это должно быть 8 штук в коробке не вам не понадобится вы их откладываете убираем 1 2 3 4 так немножко ошибся их 6 штук а нет 8 да вот 8 их 8 как раз мы их откладываем теперь оставшиеся жетоны которые есть так но этих много их очень много разных для начала для игры попробуйте использовать только бочки и стены воду не использовать так как она достаточно сложный поэтому достаньте все жетоны стен 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 вам много не понадобится там может быть штуки две три от силы и бочки также достаньте и куда-нибудь положить вот бочкой вверх потому что на обратной стороне у них есть содержимое а играть интересно когда вы не знаете от содержимое так ну вот эти жетоны можно оставить мы их откладываем вправо так ну на стенах смотрите с одной стороны могут быть там лестнице еще что-то вам понравится только стены вода тоже самое они двухсторонние то есть тут вода тут стены поэтому жетончики стен также откладываем вправо так и бочки все также откладываете просто бочка вверх так стены и бочки теперь теперь мы играем самую простую игру то есть для начала можно даже не использовать какие-то специальные команды поэтому что мы оставляем в картах команд у игроков красные карты удар защиты оставляем стоять на месте вы можете оставить это простая команда движение зелененькие карты вы оставляете вызов под программы сложная команда откладываем цикл пока откладываем ну можете его положить вверх потому что это та команда которую очень просто потом использовать и ввести в игру поэтому мы на ней покажем как использовать карты бонусов так поэтому вы ее можете так пока отложить но недалеко и повтор пока нет препятствия и условия то есть это цикл с предусловием и условия нам тоже пока не правится откладываем то же самое для синего игрока вот эти карты нам не нужны вот эта карта нас не нужна циклы далеко не убираем и вас остаются зеленые и красные карты с окантовкой то есть это карты движения и карты действий то есть удар защита стоит соответственно так вас получается у кого игроков вот получается две кучки карт которые им необходимы для игры и коробка нам не понадобится поэтому это же откладываем в нее можете сложить жетоны которые вам не пригодились в игре но мы ее сторону положим и так что вам нужно для начала игры вам нужно игровое поле мы используем вот такое игровое поле вам нужен сценарий который будете играть берем книгу сценариев и предположим вот такое игровое поле то есть друг за другом бегать можно использовать или примеру вот такое поле с бочками достаточно интересное чем только бочек так ну тут выберите сами что вам больше понадобится мы сейчас попробуем создать вообще свою игровое поле то есть нам нужно игровое поле нам нужны карты счетчиков раунда их 10 штук вот эта сторона нам сейчас не понадобится то есть мы не будем использовать бонусы принципе можно вообще оставить одну колоду но лучше привыкнуть и играть сразу с картами удачи как для каждого игрока то есть вот красный игрок предложено справа будет сидеть синий игрок будет сидеть слева так сейчас поле положим сюда карты размещаем удачи но их рекомендуется так перетасовать это если вы уже играете с бонусами а в нашем случае это не имеет значения как они будут то есть красный синий игрок так теперь каждому игроку выдаем вот такую колоду она полностью не на руках потому что карты после каждого раунда возвращаются на руку все абсолютно по крайней мере красные и зеленые тут синий игрок будет теперь двинем вот эти карты чуть повыше игровое поле тоже повыше под ним чтобы нас влезло в кадр теперь мы будем играть вот такими големом с мечом то есть если посмотрите у каждого голема есть сила удара 14 команды он понимает у него три повреждения может быть нанесено то есть три жизни и он бьет на одну клетку перед собой то есть самый такой простой робот то есть правый и левый у нас роботы для наших игроков можно еще подвинуть еще повыше чтобы в кадр все хорошо влезло так жетоны повреждений куда-нибудь их тоже положите чтобы можно было брать и с ними играть игровое поле мы сделаем поле его уменьшим чтобы големы быстро не бегали далеко не бегали мы сделаем вот так то есть это стена она не двигается она не разрушается она просто ограничивает поле мы его вот так эти жетончики положим и по сути игровое поле мы ограничим размером 3 на 3 и две такие ниши сделаем в эти ниши мы посадим големчиков вот смотрите голем имеет направление то есть если он вот так становится на поле то он смотрит вперед бьет он перед собой ходит он вперед назад влево правда по поворот и делает сходил вперед сходил назад повернулся вправо на месте повернулся влево поворот на 90 градусов назад находит него так вот а именно 5 есть бьет он зависимости от того что нарисовано на карте если рисована на одну клетку вперед то есть при ударе он удар делать вот на эту клетку защищается он от удара с любой клетки то есть вы поставите команду защиты защищается вот он от удара с любой клетки сюда мы ставим красного голена и что было интереснее возьмем несколько бочек ну давайте поставим вот сюда бочки предположим так нам попался поставим бочки бочки разрушаются также удар если вас например голем на 2 единицы бьет вы можете разрушить нашем случае чтобы разрушить бочку надо подойти ударить по ней все и это подготовка к игре закончена теперь начинается сама игра первый раунд мы берем карту удачи каждый игрок берет карту удачи но так как мы играем без дополнения логика то это считаем пустые карту мы играем вообще без бонусов поэтому нам не имеет значения какой знак сейчас выпал но эта карта показывает что у нас первый раунд прошел и когда все карты удачи закончится игра тоже заканчивается можно считать очки если раньше никого не повредят полностью то есть ваш голем не выйдет из строя вспоминаем что ваш голем выдерживает только три повреждения после этого игроки после этого игроки смотрят на поле и прикидывают какие команды им выложить команды выкладываются закрытую то есть вы не должны показывать сопернику что вы выкладываете предположим я хочу сходить вперед я выкладываю сюда это первая строка команд второй строкой я предположим буду хочу разбить бочку то есть удар вторая строка команд у вас четыре строки команд у голема есть три вы можете получить плюс один например к строкам то есть вы положить пять но по четыре строки выкладываем далее я хочу сходить еще раз вперед и я боюсь что может красный голем меня стукнуть и ложу защиту все у вас четыре строки команд соперники ваши в нашем случае один соперник делает то же самое он решает по другому программу сделать потом выкладывать первую команду мы не знаем что он там задумал он выкладывает вторую команду он выкладывает третью команду и выкладывает четвертую команду после того как все игроки выложили свои программы для роботов мы скрываем построчно то есть мы скрываем первую карту у обоих игроков вперед вперед так красный голем у нас ходит сюда синий голем ходит сюда вот направление движения вот это их носик но это оружие теперь вторая строка удар стоять на месте этот голем ничего не делает этот голем ударяет по бочке если бы они ударили одновременно действия бочки разрушили на них бы одновременно его распространилась в бочке у нас починка чинить у нас ничего повреждений нету поэтому это бочка просто потрачено впустую мы его откладываем теперь следующая команда смотрите вперед удар что происходит у нас приоритет действий сначала выходите а потом проверяете удары и наоборот если вы ударяете по клетке с которой голем уходит то он от от удара уйдет то есть голем передвигается вперед сначала зеленые карты исполняем потом исполняем красные карты удар защиты нет все наш синий голем получает одно повреждение следующий ход красный решил еще раз ударить но у синего голема у нас защита поэтому удар уходит в пустую на этом раунд заканчивается все карты возвращаются назад игрокам все карты возвращаются назад игрокам мы начинаем следующий раунд то есть берем карту берем карту и опять выкладываем команды то здесь ситуация немножко сложнее големы стоят рядом но предположим что синие у нас и красный выложить следующие команды я сделаю это за кадром чтобы была интрига чтоб как как это происходит настоящей игре когда вы не знаете ну кроме вас соответственно какие какую программу вы выложили какую выложил соперник и потом вскроем посмотрим что игроки готовы к следующему раунду ведь у нас уже второй раунд и мы скрываем верхний ряд команд так вскрыли что происходит удар назад голем сначала зеленые карты синий уходит из-под удара красный голем бьет по пустой клетке следующий ход вперед и поворот вправо но они одновременно как бы должны это сделать но вот синий голем поворачивается у нас вправо красный идет вперед следующий ход синий голем идет вперед красный ударяет по бочке и получает минус 1 на свой следующий раунд то есть следующем ходу он может выложить только три команды теперь и последняя четвертая строка команд поворот влево голем уходит назад раунд закончен карты опять возвращаются на руки игрокам и мы переходим к третьему раунду третий раунд мы взяли карту удачи выложили каждый игрок выложил программу и начинаем скрывать вот смотрите какая здесь ошибка вспоминайте у нас минус один для игрока игрок выложил четыре карты поэтому сейчас обязан сократить программу на одну карту это нужно отслеживать игрок может ошибиться ну он получать сам виноват поэтому у него остается всего лишь три команды вы говорите у тебя минус один поэтому изменяюсь хотя последняя команда не работает так мы скрываем первую строку команд что происходит удар и движение зеленый как голем красный отступает синий бьет по пустому месту следующая строка вперед удар здесь обратная ситуация синий голем попадает идет на клетку вперед красный голем получается ударяет по этой клетке по голему и синий у нас получает второе повреждение и следующая строка команд синий голем поворачивается влево красный ударяет по нему защиты нет и у нас третье повреждение смотрим на карту голема три повреждения три жетона что это означает синий голем повержен если бы не было здесь в этого рокового удара мы бы открыли четвертую карту у нас бы синий голем выполнил четвертое действие а у третьего голема нету этой строки команд у него ячейка памяти заблокирована поэтому синий голем бы нанес удар по красному но в нашем случае синего голема было уже одно повреждение до этого и в результате он проиграл все за три раунда мы игру прошли то есть вот таким образом можно играть самом начале и рекомендуем играть самом начале вы учитесь командам учитесь движением а после этого вы начинаете вводить карты бонусов и в следующем видео я расскажу как постепенно ввести карты бонусов и играть уже с более сложными жетонами мы добавим на игровое поле воду мы будем использовать карты команд и также я расскажу как играть с ботами